Была заводской, стала городской. Сегодня в эфире радио Брежнев-ФМ говорили о футболе. В гости Катя Юрча и Тимур Икрамов пригласили главного тренера команды Владимира Кланцака, исполнительного директора клуба КАМАЗ Наиля Ахмедшина, а также президента Ассоциации международных автоперевозчиков Леонида Штейнберга и депутата Гурсовета Юрия Шейна. Вступились, потому что это родная команда. Они играли в футбол, а теперь его спасают вместе с теми, кому он не безразличен. Раньше команду финансировал завод. В штабе не было даже коммерческой службы, говорят гости студии. Теперь бюджет у клуба самостоятельный. Играют свои воспитанники и для своих болельщиков. Мы играем для зрителей, играют все местные ребята. Да, кстати, вот расскажите о том, что сегодня у нас в команде играют только наши ребята. Могу сказать, на 95% они видят, что команда сохраняется и старается. Необходимо сформировать бюджет. Стадион, рассчитанный на 10 тысяч человек, нужно заполнять болельщиками. Теперь по билетам будут разыгрывать ценные призы. Сдавать в аренду тренировочные поля. В общем, делать все возможное, чтобы привлечь деньги. Просили помощи и у казанского Рубина. Но попечительский совет столичного клуба пока ничего конкретного не решил. Сейчас они помогают нефтехимику, который играет в ФНЛ. Рубин финансирует 70% затрат футбольного клуба «Нефтехимик». Бюджет «Нефтехимика», как мы знаем, составляет около 200 миллионов рублей. Поможет ли Рубин Камазу, неизвестно. А деньги нужны сейчас. Завтра в 19 часов в ресторане «Ашсу» штаб Челнинской команды даже проведет аукцион. На него приглашают всех желающих. Приобрести настоящие реликвии. Такие, как шлем Владимира Чагина, которым он стал семикратным чемпионом Дакара. Там будут хоккейные клюшки, там будут футбольные мячи, там будут продаваться в нашу вип-ложу вип-пропуска, там будут продаваться пропуска на машины. Поэтому я считаю, что сегодня команда стала городской. И все, что в городе происходит, у нас есть такой свой слоган – «Покупай билет, ты помогаешь команде». Поэтому мы всех приглашаем на этот аукцион. Также КамАЗ налаживает активную социальную работу. Планируется проведение детских турниров по футболу. Обновленный клуб взял шефство над детским домом «Мерхамет». Команда готовит поле, чтобы в конце мая провести футбольный матч между воспитанниками реабилитационного центра и юными КамАЗовцами. Тагир Закиров, Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.